День добрый, дорогие друзья! Сегодня мы с вами познакомимся, какие сорта гортензии вообще бывают, и каким сортам отдавать предпочтение. Ну что, поехали! Как раз смотрите, какой красивейший куст. И там Галина как раз ждет, она у нас профессионал, именно в гортензиях, и она расскажет нам. Галина, добрый день! Здравствуйте, уважаемые цветочницы! Давайте поговорим сегодня с вами о гортензиях. Вот этот сорт, он называется Lime Light. Мы с вами прогуляемся по участку, я покажу вам еще один сорт Lime Light, и он отличается. Отличие в чем? В обрезке. Это очень важно. Вот эту гортензию обрезается примерно на 60 см. То есть обрезка пройдет, если смотреть, вот примерно от земли. Вот, можно камеру. Угу, идем мы. Ага. Вот, вот видно. Вот. 60 см, или даже 70 см. И получается, вот тут видно еще. Обрезочку покажи. А вот, что-то вот, плоховато видно. Плоховато видно. Плоховато видно, а ничего? Ну, поверьте мне, что этот куст обрезается на 70 см. И из-за этого очень много шапок, их очень много, огромное количество, но они мельче. А теперь пойдем к такому же кусту, где обрезка делается ниже, под 40 см, оставляется где-то около 4-5 почек, и там кусты значительно, сами цветы значительно больше. Пойдемте. Пойдемте. Пышный. Пойдемте. 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 Ты мне льстишь. Полтора метра, получается, выкидывает ветку за сезон, и начинает цвести гортензия. В наших условиях, я не особо видела, вот, по крайней мере, в Абакане, чтобы были трехметровые гортензии, как заявлено, или два с половиной. чаще всего все же мы обрезаем гортензию обрезаем ее на 40 на 50 сантиметров и выкидывая стрелку вот примерно такого размера полтора ну может быть два метра начинается цветение шикарно галь а какие еще сорта посоветуешь прям я вот за тобой вижу там целый сад гортензии пойдем дальше это что за сорт вот это сорт сложно сказать название так как приобретался он достаточно давно похож на юник похож на pink lady вроде бы уходит в розовый цвет и может и не pink diamond одним словом бывает такое что явно определить сорт сложно может он мне подскажет да кстати друзья подскажите нам вот вот чтобы знать точно но вот кстати две разных гортензии да это полностью состоит из стерильных цветков это limelight а на этом кусту есть стерильные и фертильные цветочки мотыльковый вид но тоже очень красивый преимущество этого сорта со стерильными цветками фертильными они не паникают а вот покажи анечка пожалуйста вот этот куст как от своей тяжести многие они кланяться до они цеда у нас вчера прошел очень сильный дождь и я вот сама все сейчас мне кажется мне кланяться вот увидели тебя и кланяться тебе полазит по этим влажным кустам и сами шапки вот они вот мокрые сейчас они напитались вот этой вот влаги поэтому может быть какие-то подпорки можно делать но я вас уверяю после дождя и это только происходит конечно уже осенью когда идут дожди когда идут дожди постоянные каждый день сами шапки постоянно важные из-за этого под этой тяжестью влаги они паникают слегка поэтому какие-то подпорки нужно думать для взрослых кустов гай ну еще покажешь какие сорта есть обязательно пойдем мы с вами подходим к другому кусту вот кстати этот куст посадка этого года ранее весной сорт называется вимс ред для двулетки я считаю что это огромнейшая шапка посмотрите какая она большая сантиметров ну 35 точно есть она состоит из стерильных и фертильных цветочков под осень уходит такой вот темно-красный цвет самый ну может быть не сам но один из самых темно нет цветковых сортов некоторые сорта вот как лаймлайт она не окрасится не чуть-чуть розоватость будет появляться но вот вы себе представьте когда этот куст будет огромный здоровенный шикарнейший и под осень такое прям красное насыщенное это будет очень здорово смотреться если вот видеть подойдите пожалуйста покажите вот это вот весь прирост вот вот и идем вот так вот вверх а вот это подстрижена да вот прям видно стрижечку да при покупке гортензии чаще всего вы покупаете вот не в небольшое растение 20 сантиметровое там 30 и вот это это прирост вот этого года здесь скорее всего цветков не будет что мы будем делать с этим кустом мы его обрежем и обрежем его примерно вот если посмотреть вот про почки про которые я говорила вот раз два три четыре да жалко ну вот это вот нужно будет срезать но наверно на того стоит да да хотелось бы с этого куста сделать огромный шаг галя вот я вижу еще один куст лаймлай да он такой более еще пышнее им примерно приблизительно всем до одинаковое количество лет нет этот он более молодой это как раз отсадка от тех кустов которые мы с тобой подходили семилетка гортензия же размножается отводка поэтому поклонилась ветка дала корни появилась новая куст и теперь вот он здесь живет этому кусту лет пять пять лет да да потому что это детка от тех вот шикарных кустов а вот сюда подойдем еще посмотрим это тоже гортензия так и очень сильно хлорозит она мучается она на цвету зала даже когда она на цвету какая это гортензия никто пока не знает никто не помнит что сюда было посажено так как за пять лет она ни разу не подсвела бывает и тогда бывает и тогда судя по всему то лаймлайт это лаймлайт и вот для того чтобы а гортензия не хлорозила нужно изначально делать кислую почву садить не просто в огородную как здесь было посажено а добавлять еловый опад добавлять какие-то может быть мог перепревшие опилки в конце концов уксусную кислоту разводить одним словом нужно торф торф раскошелиться купить торф и при посадке добавить вот это просто необходимо сделать вот вы видите как раз вот эта гортензия вот ее и сейчас хлорозит при том что я в принципе ее обрабатывала вот покажи желтые вот эти вот листочки вот она мучается вот здесь хлороз начинался вовремя его застали обработали и вот новый прирост как бы зеленый пошел зеленый зеленый она даже пытается цвести она хочет к сожалению времени скорее всего ей не хватит если у нас сентябрь будет теплый то они еще откроются эти ну я бы вот в принципе лучше бы украла это потому что уберем потому что до сил растению пускай лучше может быть в корень нарастает красоты мы здесь не увидим красоту мы будем смотреть вон там вон там красота вот здесь красота кругом красота я кругом красота пойдем еще я тебе потом еще фантом красавица ванилу фрайс пойдем галь тут еще что за сорт это гортензия древовидная сорт скорее всего стронконнабель вот она вся цвела вот такими белыми шапками сейчас как у нас на дворе сентябрь и сами шапочки выглядят вот таким образом это не потом такой цвета приобретают обычные лаймовые зеленые шапки вот кстати вот эту гортензию ее каждый год подрезаем прям под корень прям вот 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 прям совсем под корень и за сезон она выкидывает вот такие стрелки первый раз расцвела кусту лет шесть не было раньше цветов и думали то ли аннабель то ли стронконнабель я больше всего боялась что это будет аннабель которая переходит в розовый цвет она мне не очень нравится потому что цветение короткое у нее а вот этот сорт вот он очень красивый я поняла ты предпочитаешь длительное цветение да цветение ну пойдем идем к фантом пойдем фантом еще покажешь вот прям за галей потому что за этим углом нас что-то ждет почти что то есть за другим углом а прямо по курсу это у нас что галя здесь не нравится ну хотя для четырехлетки в принципе я бы не сказала что он мелкий тоже вот у фантома да у него вот и стерильные и немножечко фертильных цветочков и цвета меня ну лаймлайт шикарный я с этим кустом так и хожу смотрите какая красота рассказывай лаймлайт куст мы к нему уже подходили мы его смотрели а теперь пойдем к самой красавице все хотят в коллекции и себе иметь ванилу фрайс в этом году она шикарно цветет галя что за такой чудный шикарный куст рассказывай анечка он похож на пломбирное мороженое прям хочется съесть это всеми любимая ванила фрайс сейчас она шикарно выглядит ну вот к сожалению после дождя тоже веточки немножко опускаются галя мне кажется это ее нисколько не портит это она здоровается кланяться до перед гостями да 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 если посмотреть поближе на этот куст на саму ветку тоже примерно около 40 сантиметров получается сама шапка состоит есть немножечко и фертильных цветков так что запах слегонца тоже имеется еще вот гортензии чем отличаются у каких-то более закругленные к верху шапки а вот у ванилы фрайс заостренные да заостренные такая вроде бы как и пика вот почему ее называют ванильным мороженым потому что ну вот такой рожок да 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 вот здесь бы еще вафельку и можно скушать представляете друзья красивая гортензия шикарная и тоже около семи лет открывалась она вся была белая белоснежная и заметьте вот ветка паникает да и снизу она белая потому что не попадает на нее свет а сверху красненькая потому что солнышко падает и вот кстати вот эти гортензии вот этот вот ванила фрайс и вот этот вот куст шикарный лаймлайта покажи пожалуйста они растут на северной ресторане то есть нас полностью в данный момент закрывает дом и солнце только когда садится вот 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 с той стороны буквально часов с пяти шести они получают солнечный свет они не растут на прямых солнечных лучах но гортензии здесь хорошо и нравится да и до этого мы с вами смотрели еще другие гортензии а текст стать я забыла сказать те растут на прямых лучах там постоянно солнце целый день и нет даже момента тенечка вопрос на засыпку где выращивать гортензии ответ везде везде они растут прекрасно как вы могли увидеть универсальная да и главное любить любить поливать обрабатывать препаратами подкармливать и они отдадут вам свою любовь и ласку и красоту и красоту самое главное дорогие друзья но вы познакомились с самыми такими основными сортами до гортензии посмотрите какие красавицы мне кажется галя очень доступно прям вкусно особенно галь про мороженое мне захотелось мороженое уже понимали в общем друзья садите ухаживайте как рассказывала галина и у вас обязательно вырастут такие шапки всем желаю удачи выращивайте гортензии они отдадут вам всю вот эту красоту при небольшом уходе чуть-чуть любви чуть-чуть ласки и у вас все получится до скорых всех уже язык заплетается до скорых встреч друзья всем пока пока чё побежали аморио